Ракетная осень для Крыма на Арабатской стрелке, прилеты по вражеским базам и отлеты у оккупантов. В Белгороде разведка уничтожила врагов и технику. Шойгу закончил украинское контрнаступление в 186 раз и уже уничтожил F-16. А Пригожин вновь возглавил Вагнеров. Это программа 20 минут. Я Ирина Узлова. Главная угроза для Крыма это российские военные объекты и незаконный мост. Потому что Крым это Украина. Но этих сигналов россияне уперто не слышат. Невдомек. Зато вполне стали слышны, знакомы и привычны им эти сигналы воздушной тревоги. Именно она больше двух часов до этого заявления руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака длилась во временно оккупированном врагом Крыму. А Крымский мост обволокли в это время масштабные клубы дыма. И нет, это не подготовка к грандиозному концерту. И нет, это не учение. Это превью снесения незаконной конструкции, которой в нашем море не место. Нелепый гауляйтер Севастополя Мышко Развожаев погнал по накатанному сценарию, соврав традиционно, что любой дым и неприятный запах это всего лишь маскировка. Да уж, несет врунишкой. Но все тайное всегда становится явным. И кремлевский временный губернатор спустя час вынужден был под гнетом суровой реальности риторику сменить. И смириться, заявив, что оказывается, да ладно, военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова. Ракеты поразили по меньшей мере два места базирования российских оккупантов на Арабатской стрелке в Крыму. Об этом сообщил телеграм-канал Крымский ветер со ссылкой на очевидцев. Ракеты попали в две базы отдыха, пансионат «Юный» и «Голубое пламя» в селе Стрелковом, как символично. Эти детские здравницы были захвачены россиянами и там находится их расположение, рассказали жители генической общины. Вместо ударов, как утверждают очевидцы, выехали автомобили скорой помощи и пожарные машины. Поэтому весьма неприглядно и фатально для оккупантов и более чем хорошо для нас выглядит их решение после прилета в Атакамсов по Бердянску и Луканску перебазировать часть своей авиации в подгорающий для них Крым. А зря. Точных данных о том, куда именно оккупанты переместили свою авиацию из Бердянска, пока нет. Но логично, что это аэродромы, аэродромы в оккупированном Крыму. Им нужно время для того, чтобы подлетать. А это и время, и горючее, и вооружение. Подъемная масса должна соответствовать расстоянию и задачам, которые должны выполнить на той или иной территории. Несколько легче с вертолетами. Их можно посадить на временных площадках, где их могут обслуживать и заправлять. Впрочем, конечно, любая авиационная техника нуждается в должном месте пребывания. Видимо, противник использует ту базу, которая есть в Джанкое. Если так и происходит, то уже есть аэродромы на территории России, где они могут обслуживаться. Но то, что они убирают с аэродромов на оккупированных территориях авиацию, однозначно хорошо для нас. Какое-то загадочное задымление не дает расслабиться и оккупантам в нашем Мариуполе. Прям какая-то морская болезнь. Взрывная хворь посетила все районы города. Когда источник взрыва российское ПВО в районе Азовстали, сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Одновременно в Мариупольском порту была включена дымовая маскировка, аналогичная, как и в Крыму. С учетом нахождения в порту судна морского класса, это придает особую пикантность и изюминку событию. Новость, которую точно можно записать в Крафу пред Бавовна, считает Андрющенко. Российская авиация в Мариуполе нервничала параллельно с портом. Наматывая круги в небе на парус ПВО. Ночь на 1 ноября оказалась тревожна и для временно оккупированного Донецка. От мощных взрывов проснулся чуть ли не весь город, сообщали в пабликах местные жители. В последний полет отправили украинские бойцы российскую РЛС под лед. А заодно и парочку оккупантов. Украинские разведчики вместе с бойцами сил спецоперации ВСУ и первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Багуна обнаружили и поразили российскую дорогущую радиорелейную станцию 48Е6К1 под лед. Об этом сообщила ГУР и продемонстрировала вот какие славные кадры запуска двух беспилотников и последствия попаданий. Объект был поврежден в приграничной зоне возле села Красная Поляна Шебекинского района в Белгородской области. Такое порудование враг использует для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах, объяснили разведчики. Благодаря операции станцию под лед вывели из строя, а личный состав россиян понес потери. Месяц новый. Террористические привычки у врага старые. Российские войска несколько раз атаковали Полтавскую область беспилотниками ночью против 1 ноября, сообщил глава областной военной администрации Филипп Ронин. К сожалению, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременщуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируется, заявил он. В ночь на 1 ноября Россия в который раз атаковала украинскую критическую инфраструктуру и военные объекты. Как сообщили воздушные силы, противовоздушная оборона сбила 18 из 20 ударных дронов с шакет, а также управляемую авиационную ракету Ха-59, еще две аналогичные управляемые ракеты Ха-59, запущенные российскими войсками, были сбиты в Одесской области сегодня днем. Очевидно, что Россия готовится к ударам по Украине как ракетной, так и дроновой компонентой в зимний период, либо в период снижения температуры ниже нуля градусов, прогнозирует военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление Александр Коваленко. Но подготовка эта дается нелегко. Дефицит на лицо. С середины октября количественный показатель дронов в группах налета снизился вдвое. После 12 числа превалировали в этом месяце небольшие группы. Ракету врага также не густо. Сейчас Россия накапливает потенциал шахет 131 и 136 с учетом потребности в них на период снижения температуры ниже нуля градусов по Цельсию. Для максимального террористического эффекта по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны. Итого, это подтверждает отсутствие в самой России массового серийного производства такого типа дронов-камикадзе. Страна-агрессор не может себе позволить регулярные удары крылатыми ракетами в количестве, обеспечивающем высокий процент прорыва ПВО. А потому накапливает их для планирования системности ударов. Либо по несколько десятков, от 40 до 60, но с длительными паузами. Либо ограниченным боекомплектом в среднем 10-15, но с большей частотой. На Купенском направлении сразу два российских танка во время отступления подорвались на собственных минах. Отчитался 15-й мобильный пограничный отряд «Сталевый кордон». Два вражеских танка Т-72 после очередного неудачного штурма наших позиций возвращались на исходный рубеж и подорвались на своих же минах. Это они любят. Один из них сразу же взорвался, а второй только разулся, повредив гусеницу. Но к поврежденному танку срочно вылетели два дрона «Камикадзе» 15-го мобильного пограничного отряда «Сталевый кордон» и провели взрывное и техническое обслуживание. Теперь оба танка восстановлению не подлежат. В целом враг, не имея стратегических успехов на Купенском направлении, бьется там о стену нашей обороны. Вооруженные силы Украины дают прикурить противнику и об этом сообщает командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Цель россиян ясна. Они хотят снова оккупировать город. Силы обороны дают достойный отпор русским оккупантам, срывают их пробы продвигаться вперед. Но об этом Министерству необычайных успехов России, видимо, не докладывают. Министру выдумок РФ Кужугетовичу Шойгу опять нашаманили не ту настойку. Ему в очередной раз привиделись демоны провалов и отчаянных действий, и почему-то не своей регулярно отступающей армии, а украинской. Или на бумажке текст по-дурацкому написан, или очки протереть забыл, но читал усердно. Так же, как обычно и отступает. Еще Шойгу научили видеть будущее. Провидец все сосчитал даже наперед, запредельно ясно. Обещанных Украине Ф-16, говорит, хватит примерно на 20 дней. И точка. Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии. Сила вооруженных сил Украины истощается, растет деморализация личного состава. Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. 37 самолетов – это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украины по самолетам Ф-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны, это примерно на 20 дней работы. Подмузычил мы просто не слышим. Свой космический доклад шойгу песни «Фантазерты» меня называла. Иная математика на поле боя и в подсчетах украинских и западных оборонных ведомств. Почти 23 тысячи военных именно настолько поредели на веки ряды российской оккупационной армии на поле украинского боя. И это лишь за октябрь. С собой забрали самолеты, вертолеты и машинки. В прошлом месяце на войне в Украине погибли 22 тысячи 920 российских военных. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк. Как видим, в настоящих и математических баталиях шойгу явно плетется в хвосте. Также, по словам Павлюка, нашими защитниками уничтожено 3494 единицы вооружения и военной техники. Также были сбиты 13 самолетов и вертолетов. Напомню, всего по состоянию на начало ноября и с момента полномасштабного вторжения потери российских оккупантов уже превысили 300 тысяч. Но даже эта цифра не побуждает россиян остановить своего кровавого диктатора. Готовы идти погибать и дальше, или же просто бездействовать. Чуть более трети жителей России, а именно 34%, поддержали бы решение своего вечного диктатора Путина прекратить военный конфликт с Украиной и вернуть присоединенные территории. Таковы результаты опроса, проведенного российским аналитическим центром «Левада-Центр». В то же время на вопрос, предусматривающий завершение Путины войны без условия возвращения оккупированных территорий, а вот с учетом тех новых пресловутых территориальных реалий, это бы да, это поддержали 70% опрошенных. То есть 70% россиян поддерживают незаконное отжатие чужой земли, а очевидно и всю ту агрессию и геноцид, путем которых эти территории были заняты. В то же время 55% опрошенных граждан РФ считают, что следует прекращать войну и начитать мирные переговоры. 38% выступают за продолжение военных действий. Опрос был проведен 19-25 октября среди 1 607 россиян в 137 населенных пунктах РФ. Исследования проводили дома методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3-4%. Но мы делаем гораздо большую скидку на эти результаты, учитывая всю прозрачность проведения опросов в нынешней России. Битва за Авдеевку стала для РФ едва ли не самой дорогостоящей. С начала войны пишут аналитики издания The New York Times. Впрочем, за нее и Украина, и страна-агрессор. Россия платит большую цену. Потери российских захватчиков больше, чем те, которые понесла оккупационная армия во время боев в прошлом году и под Углидаром в марте 2023 года, пишут в статье The New York Times. Журналисты издания со ссылкой на украинских военных, российских военкоров и независимых военных аналитиков отмечают, что украинская артиллерия уничтожала бронеколоны россиян на подступах к Авдеевке, а российскую пехоту, которая выходила из этой техники, уничтожали дронами. Российским оккупантам за почти три недели битвы не удалось достичь прорыва, которого они хотели. Захватчикам все же удалось немного продвинуться, но очень большой ценой. Для Украины потери тоже, увы, высоки. Такова цена обороны. В The New York Times считают, что Авдеевка, во-первых, имеет стратегическую военную ценность. Аналитики объясняют, что если российским оккупантам удастся захватить этот украинский город, то защитники Украины будут отброшены от порога Донецка. Также захват города может открыть для оккупантов основные железнодорожные и автомобильные пути в этом районе. Кроме этого, для российского диктатора Владимира Путина захват Авдеевки имеет огромную политическую ценность. В издании отмечают, что для главы Кремля это было бы большой победой – захватить город после стольких лет сопротивления. Хоть один город, да, и не удастся. Кремль не сможет, Пригожин поможет. Но это не точно. Подразделение Росгвардии, в которое войдут бывшие бойцы ЧВК Вагнер, возглавит 25-летний сын покойного Пригожина Павел. Сообщается, что это подразделение создается на базе 136-й бригады Росгвардии. Источник этой информации – местный пермский сайт со ссылкой на представителя пермского отделения ЧВК. Однако сам представитель уже от своих слов отказывается. Павел Пригожин действительно может перейти на службу в Росгвардию, но у него нет офицерского звания. Главнокомандующий Золотов может своим приказом присвоить звание лейтенанта, но возглавить бригаду Павел Пригожин не сможет еще много лет. Источник утверждает, что он либо подпишет контракт с Росгвардией, или займется семейным бизнесом, а заняться там есть чем. Частная военная компания Вагнера после убийства главаря Евгения Пригожина вошла в состав Росгвардии, возобновила набор наемников в некоторых регионах РФ. Боевикам, оказывается, нужны отчаянные и смелые лучшие из лучших. Внутри самой структуры убеждают, практически ничего не изменилось. Единственное отличие, но вообще-то главное, берем только людей с гражданки, не из мест лишения свободы, заявил неназванный представитель боевиков, который занимается набором в городе Пермь. Конечно, ведь зэки практически исчерпались в земле под украинским бахмутом. Почистую опустошил тюрьмы РФ папаша Пашки Евгеша Пригожин, а генеральную уборку мест не столь отдаленных за лето провел министр агрессии Шойгу. Ранее сам Павел заявил, кроме меня некому продолжать дело моего отца, горевать и скорбеть больше нет времени. Конечно, пора и бабки осваивать. Ведь, напомню, в завещании Пригожина-старшего объявлялась о передаче всего его имущества Павлу. Две дочери получили лишь незначительную часть активов. Павел Пригожин получил контроль над группой компании под названием «Конкорд», включающей рестораны, кейтеринг, поставку пищи для военных и школ. По словам Евгения Пригожина, его сын служил по призыву, а затем заключил контракт с его компанией. В составе ЧВК «Вагнер» он якобы выполнял функции разведчика и оператора дрона, принимал участие в военных операциях в Сирии и в Украине, а также был награжден медалью «Черный крест». С началом СВО Евгений Пригожин заявлял, мол, его наследник проводит много времени на Донбассе. Интересно, как скоро этот продолжит крутить папину шарманку и будет петь шойгу Герасимов, где боеприпасы. Хотя вполне возможно, что Пригожинский отрок при людии пропустит и перейдет сразу к кульминации и пойдет брать Кремль. И может, этот уже не остановится. Отступательные командующие с ограниченным интеллектом. Поэтому и наступательные операции с ограниченным эффектом. В Пентагоне с оценками однозначны. Украина продвигается вперед и достигает поэтапного прогресса, а страна-агрессор Россия проводит в Украине наступательные операции с ограниченным эффектом. Об этом заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер. И заверил, Вашингтон сосредоточен на выделении помощи Украине как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Чтобы страна имела все необходимое для сдерживания будущих нападений со стороны России и сохранения своего суверенитета. В целом мы видим, что украинцы добиваются некоторых дополнительных успехов. Они добиваются прогресса. Мы видим, как в некоторых местах русские пытаются провести наступательные операции с ограниченным эффектом. Русские пытаются продвинуться вперед в некоторых областях. И поэтому, еще раз, прямо сейчас, мы продолжаем сосредотачиваться на том, чтобы убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно. Чтобы извлечь выгоду из ситуации, добиться эффектов на поле боя, которые необходимы не только для сохранения территории, но и для возвращения суверенной территории. Извлечь выгоду и дополнительное вооружение пытается и Кремль с протянутой рукой. Не цурается ходить даже по мировым ошметкам. КНДР отправила в Россию миллион артиллерийских снарядов, предположительно для использования в Украине, пишет Блумберг. Хватит их на два месяца. Об этом агентству сообщил депутат правящей партии Южной Кореи, который присутствовал на закрытом брифинге национальной разведки. По его данным, с августа Пхеньян отправил в Москву около 10 партий оружия и советников по применению этих боеприпасов. Этого хватит примерно на два месяца обстрелов, прогнозирует собеседник Блумберг. Согласно подсчетам ансин сообщества Front Intelligence Insights, с сентября по конец октября в РФ поступило уже около 2000 грузовых контейнеров из КНДР. По самым консервативным оценкам, в них содержалось более 500 тысяч снарядов, сообщили аналитики. С нотками тревожности, но и с акцентом на перспективу. Республиканцы выдвинули Байдену условия для продолжения поддержки Украины. Ультиматум. Они требуют выполнения указанных условий до рассмотрения любой помощи Киеву. Конгрессмен-республиканец Майк Гарсия вместе с коллегами потрудился, вот целый такой просто пауэрпоинт, и направил письмо президенту США Джо Байдену относительно помощи для Украины. Они призвали отделить дополнительное финансирование для Израиля от пакета со средствами для Киева. Конгрессмены назвали понятным то, что Израиль и Украина должны одержать победу, однако они обеспокоены тем, что американские налогоплательщики устали, мол, финансировать бесконечную тупиковую ситуацию в Украине без видения победы. Из-за чего задерживается критически важное финансирование для крупнейшего союзника США Израиля. По словам Гарсия, условия должны быть выполнены прежде, чем хоть один доллар будет отправлен в Украину. В частности, они хотят, чтобы Байден и президент Владимир Зеленский предоставили Конгрессу США фактическую стратегию победы, в которой будет четкое представление о том, как Украина одержит победу и сколько времени это займет для понимания конечной цели. Мы приглашаем Гарсия на фронт, пусть он здесь тоже напишет эту стратегию. Стратегия «Мы с вами пока не победим» или «Мы должны победить» не является стратегией победы, говорится в заявлении. Кроме того, республиканцы призвали указать предполагаемую цену предстоящей победы. Они отмечают, что Байден и глава Пентагона Ллойд Остин должны четко информировать американцев о состоянии войны в Украине, в частности, о прогрессе Украины, причинах нынешней безысходности, говорят они, и предоставлении обновленной информации относительно контрнаступления. По мнению конгрессменов, Байден и Остин должны рассказать, почему будущие инвестиции США необходимы, какое оружие отправляется и как именно оно поможет выиграть войну. Также они требуют предоставить Конгрессу список оружия, которое не было отправлено в Украину, но было бы эффективным для выхода из нынешнего тупика. Ранее стало известно, что Байден наложит вето на миллиардный пакет помощи отдельно для Израиля. Заявление было опубликовано административно-бюджетным управлением Белого дома вечером 31 октября, сообщает Блумберг. Речь идет о законопроекте на 14,3 миллиарда долларов, согласно которому помощь Израилю будет оплачиваться за счет сокращения финансирования службы внутренних доходов. Также он отделяет помощь от более широкого запроса Байдена на чрезвычайное финансирование, включающие деньги и для Украины. В Белом доме считают, что принятие документа не соответствует ни от ложности момента, углубляет разногласия и серьезно подрывает историческую двупартийную поддержку безопасности Израиля. Это то же самое, что кормить аллигатора. В Белом доме вновь сравнили Путина с Хамас и пообещали дальнейшую безоговорочную поддержку и Украине, и Израилю. Путин и Хамас могут быть разными угрозами, но, как сказал президент в своем выступлении примерно неделю назад, и Путин и Хамас преследуют цель уничтожить соседние демократии. История научила нас, что когда террористы не платят цену, когда диктаторы не платят цену, они вызывают только больше хаоса, смерти и разрушения. Если перефразировать Уинстона Черчилля, учитывая, что я вырос во Флориде, это все равно, что кормить аллигатора, надеясь, что он съест вас напоследок. Министр Остин и секретарь Блинкин сегодня утром свидетельствовали в Сенате о том, насколько важны запросы президента о финансировании национальной безопасности. Аллигаторы должны быть голодными. Друзья, а вы, конечно же, голодными не ходите, а если хотите утолить информационный голод, то приходите к нам уже завтра в это же время. Это была программа 20 минут. Я Ирина Узлова. Увидимся. Продолжение следует...